Хочешь приобрести элитный набор, а душ не хватает? Тогда советую посетить сайт ProSeller, где ты сможешь приобрести множество персонажей игры Injustice, Mortal Kombat, а также заполучить большое количество монет и душ по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Все делается быстро и качественно, впоследствии чего твой аккаунт забанен не будет. На сайте недавно появились промокоды, при вводе которых вы получаете неплохие бонусы в виде 2000 душ и 1500 000 кредитов силы. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Геймс, я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, вы когда-нибудь задумывались о том, что в мобильной версии игры есть те персонажи, которых нет в консольной? Я уверен, что 99,9% скажут, что да, я задумывался. Но вот, например, я, когда выходил Фредди, когда выходила Джейд и Барака, я особо об этом не думал. Я типа, ну вышли новые персонажи, это круто. Но то, что их в консольной версии нет, я не задумывался. В предыдущем ролике в комментариях мне Шифтер написал такое сообщение. Не знаю, чувак, кто ты, но спасибо тебе большое за это. Стивен, поиграй в команду MK9, это те персы, которые были в MK9, но их нет в консольной версии MKX. Это Фредди, Барака и Джейд. Ну что ж, давай исполним твое, скажем так, не то чтобы желание, но все же. Я собрал эту команду, и да, мне хотелось бы самому попробовать сыграть этой тимой на жесткой битве. Не знаю, что из этого получится, но Барака, Джейд, Фредди Крюгер, один персонаж из преисподней и два персонажа из внешнего мира. Ну, Джейд, Ассасин, еще и мастерица единоборств. В общем, мастер единоборств. Но все-таки, давайте перейдем к Бараке. Поставил я на него такую экипировку, как Молот Гнева, Таркатанское Кимоно и Медальон Душ. Барака выполняет дополнительный завершающий комбо-удар за каждого персонажа из внешнего мира в своей команде. У меня, к сожалению, только один, и это Джейд. Этот удар наносит постепенный урон от кровотечения. Ну, в общем, как-то так получается. Дальше Джейд Ассасин. Все ее пассивку знают, не раз я о ней говорил, сказал, что прокачаю до 50 уровня, и я это сделаю. Пока что у меня это просто не получилось. Посох Бодзюцу, кровавая броня Шакана и бледная татуировка. Еще я говорил, что ее прокачаю сразу же где-то с Леонида Пятого, но, опять же, этого не произошло. Ну, что поделать. И Фредди Крюгер Кошмар. Здесь у нас перчатки Фредди, шляпы с лезвиями и перчатки Скандалиста. Один из противников Фредди находится в Кошмарном Сне, и Фредди наносит этому врагу кошмарный урон. В кавычках. Странно то, что написали в кавычках, но все-таки. Вот такая вот команда, третье, второе, первое слияние, и все 20 уровня, кроме Джейд. Джейд, по какой-то причине, получила один уровень сверху. Но это, скорее всего, потому что ранее я ее играл. Врубаем жесткую битву. Ну и что ж, давайте попробуем. Первая команда это Джейсон Вурхис с Абзирой и Девора. Кстати, я бы не сказал, что эта команда настолько жуткая. Но знаете, в чем сложность данной битвы, скажем так, да, даже сложность моей игры? В том, что у меня сенсор, он очень плохо работает на этом планшете. Многие не понимают, почему в какой-то момент я не ставлю блок, при этом я на экране, вы даже видите, зажимаю два пальца, а блок не ставится. Это все из-за того, что экран просто не считывает эту информацию. Иной раз получается так, что, ну я аж вроде жал, но почему не работает, понять не могу. Так, ладно, давайте попробуем спецприем 2, получай, проводим по-быстрому. Ну же, сколько? 80%? Отлично, положили. Первый раз, сейчас он нас положит, скорее всего. Хотел в кошмарный сон Джейсона Вурхиса запихнуть, но не получилось, ничего страшного. Всех персонажей я, кстати, прокачал, даже X-Ray можно воспользоваться, но X-Ray я думаю, что пользоваться не буду. Но здесь особого смысла нету. Мне кажется, что вот, например, Фредди, если сейчас я использую спецприем 2, он вынесет сабдиру. Хотя я могу ошибаться, 82%, ну практически, практически он это сделал. Тут выскакивает у нас Девора, и у меня как раз таки срабатывает щит, и я выпускаю Джейд. Я выпускаю Джейд, и мы таким образом добиваем Девору. Можно даже было не использовать спецприем, она все-таки как-никак второго уровня. Зачем я это сделал, сам не знаю. Но при этом мы вынесли еще одного персонажа. А нет, не вынесли. Но сейчас вынесем, я думаю. Так, давай, ну же, спокойно, сабдиру, успокойся. Так, ладно, ладно. Нам он понадобится, я чувствую. Спецприем, и глуши его. Вот так вот. Так, пробивание щита сработало, и все, мы вынесли. Дальше я хотел выбрать Бараку, но нет, скорее всего добьют сейчас меня Джейд. Да, не сработало. Не сработала не пассивная способность, а таланты не сработали, и поэтому как-то так вышло все. Не очень красиво. Я-то думал, Джейд останется все-таки в живых. Но не повезло. Не получилось. Так, положили мы Джейсона Вурхиза, используем спецприем 2 и добиваем. Кстати, очень долго я провозился, если честно. Думал, что все будет гораздо быстрее. 10% я думаю, здесь будет достаточно просто. Да, это победа. И это был только первый бой, помните? Это был только первый бой, продлился он минуту 34 секунды. Мне казалось, что все гораздо дольше длилось. Темный Император Люкан, Кейси Кейдж спецагент и Саб-Зиро великий мастер. Но здесь, конечно, Люкан стоит первым. Можно, конечно, сделать вот такую вот рокировочку. Вместо, получается, Бараки поставить Джейсона, не Джейсона Вурхиза, а Фредди Крюгера. Фредди Крюгера, я хотел сказать. Так вот. Поэтому попробуем сделать все именно таким образом. Я думаю, что сыграемся как-нибудь. Даже если добьют Фредди, то выскакивает сразу Брака и добивает напрочь Люкана Темного Императора. И мы побеждаем, наверное. Так, давай Брака. Я верю в тебя. Плюс здесь, по-моему, он не самый сильный персонаж. Люкан Темный Император имеется в виду. Так, проводим. Вот так вот. Запрыгиваем. Еще пару ударчиков. Спецприем 2 сразу же используем. И проводим где-то наш 70% в это добивание. Я надеюсь, да, это добивание. Отлично. Остается Саб-Зиро и Кейс Кейдж. Здесь, конечно, хотелось бы выбрать кого-то другого. Например, Джейд. Почему бы и нет? Выскакивает Джейд. Мы используем спецприем. Кстати, отбросил его нехило. Пробивание щита. Здесь сразу же у нас блок срабатывает. Мы исчезаем и получаем сразу же полполоски. Неплохо. Так, здесь у нас Кейси Кейдж. То же самое делаем и тоже полполоски отнимаем. Ну и это победа, как мне кажется. И Джейд, если не пофиксит, то это просто будет имплый персонаж, как мне кажется, который будет добивать всех и все сразу же. Ну да, здесь замерз Саб-Зиро. Бывает же, иной раз. Сразу же используем Фредди Крюгера. Набиваем где-то 82% и побеждаем. Клево. Это очень круто. Но это только был второй бой, поэтому, ребят, если кто-то уже ушел с этого ролика, ну что поделать. Проблема в том, что да, такого рода боевки, они не такие уж и веселые. Потому что здесь мы в первую очередь тестируем саму команду. Именно команду из Mortal Kombat X9. Все понимают, что это за персонажи, могут сами собрать ее, но все-таки. Все-таки я хотел бы поиграть ею. Поиграть ею, ну и возможно кто-то будет в это время сам ее тестировать. И возможно даже прокачать ее до 50 уровня. Что не так уж и плохо. А слепшие противники будут промазывать. Ну это понятно, потому что они и слепшие. Так, выпускаем Браку первым. Ники у персиков идеальны просто. Эмбрион. Ну, хорошо. Сражаемся с эмбрионом. В виде скорпиона. Клево просто. Давай лысый, смочи его. Вот так вот исцерапали. Воу, 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 воу. Эрон Блэк. Это что за непонятное существо выскочило? Которого я добил даже без спецприема. Ну неплохо. Так. Тихо. Тихо, спокойно. Спокойно, Джейсон. Сейчас все будет. Царапаем тебя. И дальше давай проводим. 70%. Добили. Это победа. Выпускаем, например, Джейд. Лупим палочкой. Он даже блокироваться не стал, потому что знает пробивание щита срабатывает. Все. Проблем нет. Но хотя на нем щита-то не было. Да. На нем же щита не было, поэтому как-то так все получилось. Быстро. Очень быстро. Четвертый бой. Кенши Старший Бокс, Абзира Холодная Война и Шинок Игра в Косте. Четвертому бою уже все идет как-то более-менее, что ли, правильно. Потому что появились более серьезные персонажи. С ними справиться гораздо серьезней. Да. Тавтология небольшая. Но все-таки. Но все-таки я постараюсь. Плюс сейчас погода. 29, то ли 30 градусов. Комната очень жаркая. Поэтому разоброжалка-то не соображает. Но что поделать. Давай, Барака. Добивай. Добивай его. Ставим блок. Хорошо. 108. Казахантер. Мне надо набить спецприем 2, чтобы сразу себя прикончить. Это было бы круто. Так, я поставил на паузу. Потому что кое-что произошло. Зазвонил телефон. Нужно было его вынести. Ладно, в бой. Я его забыл, что оставил здесь. Так, хорошо. Главное сейчас не проиграть. Потому что если я отвлекаюсь, то скорее всего это проигрыш. Нет, никакого проигрыша не будет. Мы по-быстрому сейчас соблюдим. 75%. Ставим блок. Отлично. Не добьешь. А, потому что у меня щиты сработали. Нет. Он заморозил меня. Нет, все-таки смотрите. У меня еще... Да что ж такое? Блин, я только что лупил по этому персонажу и ничего не сработало. Странно. Я вообще урона никакого не отнял. Так. Критически. Ну и давай. Давай, давай, давай. Давай набиваем. Сколько? 82%. Как всегда. Как всегда 82%. Но эта команда, она уже более интересная, что ли. Но так как у Фредди есть щит, то ему ничего не страшно. Он сейчас добьет, получается, шинока. И мы пройдем дальше. Но здесь один раз я промахнулся. И я виноват при этом. Отрицать не буду. Далековато отошел. Начал использовать спецприем. И тут получай. Да, как говорится. Так. Наносим урон. Отлично. И еще один. Почему бы и нет? И здесь срабатывает талант. Как так-то? Надеюсь, он сейчас исчезнет. Нет. Она появилась. И он исчез. Идеально просто. Но мне нравится. Это круто получилось. Я не знаю. Этот бой был самый интересный. Наверное, из-за того, что Джейд наконец-таки начала использовать более-менее правильно свою пассивную способность. Минута 26 секунд. Это победа. Это победа. Бой пятый. Таня предательница, темная императрица Китана и Кенши. Серебряный Кенши. Это уже серьезно. Потому что серебряный Кенши попадается только тогда, когда команда уже более-менее собранная, что ли. Хотя я не особо на нее обратил. Там, по-моему, Таня была Кенши серебряной. Но хорошо, пусть будет так. Возможно, это даже круче, чем моя Тима. И сейчас она меня порвет. Я проиграю. Бывает же такое. Но я надеюсь, что нет. Сейчас мы одолеем ее. Таня, спокойно. Блок. Все. Отлично. Тоже блок ставит. Я тоже блок поставил. И отлично. Обменялись блоками. Сейчас накоплю скет с приемом 2. И добью ее наконец-таки. Здесь мы смотрим в первую очередь, ребят, на отряд. Если кто-то задастся вопросом, почему я не использую X-Ray, мы в первую очередь смотрим на отряд, а не на персонажа какого-то одиночного. Потому что если одиночный персонаж, то X-Ray использовать гораздо легче. Все-таки ты копишь X-Ray только одному перцу, а не сразу всем. И только что, благодаря тому, что, скорее всего, Кенша прокачан был бы с 7-го слияния по 10-го уровня, мне вырубили, блин, моего Фредди. Как так? Ну ладно, я думаю, что добьем. При том, что я самого синого перца только что прикончил. Ну, можно сказать, прикончил. То с остальными, я думаю, как-нибудь разберусь. Блок, уменьшенный урон, бывает. Так, давайте выберем сейчас Джейд. Вот так вот. Вот так вот. Что у нас тут, блокбрейкер? Ничего страшного. И давай, махай своей палкой, добивай этого перца. И мы продвигаемся дальше. Только что вырубили еще одного персонажа. Так, здесь у нас блок. Ничего страшного. Наносим еще 88% плюс истощение силы. Неплохо. Ставлю здесь тоже блок. Так. Давай, добивай этого Дэдпула. Блин. Дэдпула, это ник этого чувака, если вдруг кто не понял. Я же его добил, по-моему, или нет? Блин, мне сейчас Кенша одним ударом всех перцев повыносит. Вот это жесть просто. Вот это я понимаю. Вот это красивая победа. Это красивая победа. Потому что сработала пассивка, я даже ничего и не сделал, собственно. Джейд все делает за меня. Она добивает персонажа, и я выигрываю. Интересно. И увлекательно. Да, как-то так. Шестой бой. Кунзинь-стрелок, Кенши и Китана-темная императрица. Кто-то все-таки прокачал Кунзиня в испытаниях и теперь использует его по полной. При том, что сам из себя персонаж представляет от такого, ну, как бы сказать, дамагера даже в каком-то плане. Все-таки пассивная способность истощение, истощение жизни, оглушение или огонь и истощает, и пополняет, и огонь что делает? Тоже, по-моему, истощает. Но в целом попробуем, попробуем сыграть. Кенши-серебряный, седьмое слияние, Китана-темная императрица, третье слияние. Давайте посмотрим. Антон СК создал команду. Глянем сейчас на него. Кстати, ребят, если вдруг что, я сплю по 4 часа в последнее время, и поэтому могу немного расслабленным казаться в роликах. Но на самом деле это не так. На самом деле все отлично. Брака сейчас порвет Кенши. Не Кенши, а Кунзиня, точнее. И все будет супер просто. Получай. Так. Еще пару ударчиков. И сразу же спецприем второй. Чтоб не расслаблялся. Блин, расслаблялся. Отлично. Кунзиня практически добили. Ну и здесь Кенши. С Кенши я не особо хочу драться, потому что... Ну, клявый персонаж, ничего не скажешь. Поэтому не хочу сражаться. Вот так протыкаем. Дальше еще такой вот удар наносим. И добиваем. Вот это я понимаю. Там с крит уроном было все так красиво сделано. И мне кажется, что здесь справится только лишь один Брака. Ну, при желании можно попробовать выиграть одним лишь Бракой. Я не жал на смену. Если что, оно само получилось. Ну ладно, бывает. Так, давайте выберем Фредди. Сразу же спецприем 2. Надеюсь, ты не промахнешься, Фредди. Не закосячишь. Нет, отлично. Остается один Кунзинь. Воу. Вот это да. Хорошо, что у меня защита была. Так бы мне, скорее всего, Кунзинь вынес. Третье слияние-то как-никак. Видите, я только что проводил, но не сработал. Опять же. Не сработал тач. Что поделать? Бывает. Но в любом случае, это победа. Это получается шестой бой. И сейчас мы переходим к концовке. Седьмой бой. Седьмой бой. Блин. Кто у нас тут? Скорпион, Ниндюца, Кана, Головорец и Кенши? Серьезно? Нет, команда на самом деле интересная. Все-таки тот же самый Кана, Головорец. Если поставить правильную пассивку, а экипировку, то он будет даже неплохо так дамажить. Кенши серебряный, но тут я ничего говорить не буду. А насчет Скорпиона, то я даже не знаю. Вроде как хороший персонаж, но с ним может даже Фредди справиться при желании. Как-то так. Блин, чихнуть могу сейчас. Это вообще не к месту. Я на седьмой битве могу сейчас все запороть. Но я постараюсь этого не сделать. Так, смертельный урон. Смертельный урон, отлично. Нажимаем на спецприем. Сколько я там накликаю? 82% как всегда. Но при этом, смотрите, мы вынесли первого персонажа. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь будет. Нет, я не чекнул. Представьте, что этого не было, ребята. Мы продолжаем играть. Пока что Фредди держится один. Ему никто не нужен. Поэтому сейчас спецприем 2 накопим. Тише ты, блин. Ну как я ненавижу тебя, Кенши. Выскакиваешь с него время. Когда я пытаюсь махаться. Давай, давай, давай. О, блин, он блок поставил. Когда я, кстати, наносил урон, вроде блока не было. Или мне это казалось? Тебя щит не спасет, Крейзи. Никак. Вот никак щит не спасет. Я тебе уверяю в этом. Если сейчас захочет, Канон нанесет свой любимый урон. И все, и это проигрыш. 95 процентов. Он при этом тут блок еще поставил. Так, еще давай тогда один. О, нет, сейчас я один раз закосячу. Да. Смена отключена. Давай, 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 Фредди. Я верю в тебя. Отлично. Еще пару ударчиков. Нет, блин. Практически добил Кану. Практически Кану добил. Ну что ж не так я сделал. Хотя нет, смотрите, Кану слился. Либо это из-за Джейд, то, что она выскочила. Либо я успел добить его все-таки Фредди Крюгером. Но в целом это победа. Минута 13 секунд. Не так уж и плохо. Я думал, что будет все раза в два хуже. Но мы прошли жесткую битву этими персонажами из Mortal Kombat 9. Чуть не сказал X из Mortal Kombat 9. Но в игре Mortal Kombat X Mobile. Что ж, я надеюсь, вам эти персы понравились. Да вы и так недавно их видели. Я делал на них первый взгляд. Проходил не за них, а точнее против них испытания. Ну и в целом рассказал как можно больше, нежели чем сейчас, как мне кажется. Поэтому если кому-то нужно, вы эти ролики найдете, посмотрите. А на этом все. Тогда всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok